так еще раз здравствуйте мои дорогие подписчики вот хочу показать вам продолжение этой истории да значит все оказалось банально просто и отвратительно на самом деле ну вот видите специально привожу градусник вот 12 3 показывать на самом деле будет еще меньше если его подержать вот смысл то в чем смысл очень простой значит вот вот плита или это блоки бетонные я не знаю ну скорее всего на все-таки блоки потому что это наружная стена вот да наверно блоки такие вот они пустотелые вот они вот содержат себе вот такую дыру через которую проходят кабели я даже не знаю куда они их вывели к соседям что ли вообще не понимаю вот потому что куда должно вешать кривина под кондиционер ну видимо вот эта снизу висит соседская значит моя теоретически должна быть наверху хотя я не собираюсь ее ставить вот ну вот смотрите какая вот я видите отнес немножко от этой щели 13 сейчас немножко подержу она начнет падать вот смысл в чем просто банально безалаберность халатность отвратительное отношение к своей работе не знаю кто там нанимал этих ребят кто их там контролировал но видно что застройщик подошел к своей работе халатно безответственно вот везде в снипах строительных нормах прописано что участки ввода вывода трубопроводов прохода через перекрытие должны герметизироваться эта работа проделана не было соответственно сами видите вот мне пришлось снять натяжной потолок под новый год делать ремонт только потому что у меня застройщик групп компании пик с которой мы уже судимся вот ведем борьбу непонятно поражает поражает позиция компании да то есть очевидно есть недостатки они объективные заказанные суде вот сейчас я их тоже вижу своими глазами до мерзнуть за них страдают трачу свои деньги время силы на это наплевать просто наплевать занимаются отписками занимаются бюрократией никогда не идут навстречу вот у них тут офис заселения смыть какой красивый да то есть люди приходят там выкладывать огромные деньги там квартиры там трехкомнатная сколько я помню порядка 9 миллионов стоило в этом доме вот такое вот качество квартиры вот смотрите люди платят за это 9 миллионов рублей да потом мы удивляемся почему у нас так все в стране почему у нас олигархи почему у нас какие-то крупные компании сами себе государю вот смотрите эти двадцать девять уже вот потому что вот так вот потому что мы сами позволяем так себя с собой вести поэтому они так себя ведут если бы им это не позволял ни закон не органы власти не надзорные органы не комиссия которая принимала этот дом по проектной документации вот где это проектная документация где эта комиссия кто принимал этот дом как он его принимал вот непонятно просто вот взяли слепили что-то, заклеили, замазали о, красиво, неплохо, выживут люди читали, все хорошо люди живут, куда им деваться вот такое безобразие в общем, имейте ввиду будьте осторожны, объединяйтесь боритесь против этой проклятой компании вот старайтесь отстаивать свои права